Друзья, я вас приветствую в Доме Знаний. Меня зовут Сергей Николаевич, и я преподаю изобразительное искусство. И мы сегодня с вами будем говорить о портрете. Вы посмотрели уже предварительно уроки, но мне прислали вопросы после просмотра, мне прислали вопросы по поводу, как рисовать портрет. Дело в том, что портрет достаточно удивительное изображение. Даже если мы будем рисовать дерево, а не человека, это тоже будет портретом. Потому что мы пытаемся добиться какого-то сходства, правильно? То есть дерево должно быть похоже на то дерево, которое мы рисуем. То же самое и портрет человека. И цветок даже, если мы будем рисовать, то будет происходить то же самое. Мы должны добиться какого-то обязательно сходства. И первое, с чего мы начнем, мы начинаем всегда с геометрических форм. Почему мы говорим о геометрических формах? Почему мы часто к ним так возвращаемся? Ну, во-первых, мы с вами только учимся рисовать. И чтобы нам было понятней, мы берем геометрические формы, потому что они нам упрощают форму, которую мы видим. Не усложняют, а упрощают. И поэтому мы используем именно геометрические формы для рисования чего-то. И вот в портрете главная геометрическая форма у нас будет овал. Вот овал лица, это геометрическая форма. Намечаем геометрическую форму лица. Намечаем шею. И вот так располагаем в альбомном листе. Мы не рисуем, мы просто наметили. Мы не рисуем пока ни волосы, ничего. Просто наметили овал. Потом мы начинаем симметрично рисовать части лица. Один глаз, тот же второй. Ухо, тот же второй ухо рисуем. Это обязательное условие. Так рисуется портрет. И вот эти вопросы ваши связаны, как это сделать. Вот на них я отвечаю. Дело в том, что когда мы рисовали, многие увлекаются именно тем, что они начинают рисовать один глаз, или рисуют одно ухо, забывая совершенно про то, что у нас симметрично, а симметрия, что такое мы знаем, это то, что с одной стороны, то с другой стороны. Мы с вами это изучали в первом классе. Что рисовать нужно симметрично. И когда вы рисуете просто отдельно один глаз, у вас другой глаз может быть совершенно другой формы. Так как вы увлеклись просто одним глазом. Когда вы рисуете оба глаза, вы видите, как они у вас становятся одинаковыми. Цвет. Меня спрашивают, как добиться цвет лица? Как сделать цвет лица? Ну, цвет лица мы берем, смешиваем краски между собой. Чаще всего мы используем здесь вот, как вы говорите, бежевый цвет. Я называю его цветом лица. И этот цвет лица тоже может меняться. Цвет волос. Вот волосы мы тоже здесь видите. Здесь у нас как бы схема. И здесь у нас такие рыжие волосы появились, для того, чтобы как бы ярче было наше изображение. Волосы. Что сделали волосы? Вот сейчас смотрите, что у нас происходит. Мы, да, мы как бы закрасили глаза, хотя сквозь этой краской эти глаза будут просвечивать. Вот. А здесь волосами мы показали форму этого лица. И теперь наши глаза. Вот мы окантовали, сделали. Нарисовали как бы глаза. Теперь, вернее, нарисовали волосы, теперь мы рисуем глаза. Если мы говорим о глазах там какого-то определенного человека, а мы говорили в частности, это могла быть бабушка, это могла быть наша мама, так как мы посвящали им эти наши портреты, то я вам раскрывал секрет и говорил, надо помнить и представлять себе того человека, которого вы рисуете. Это обязательное условие. Тогда что-то в портрете будет обязательно похоже. Мы еще не профессиональные с вами художники, и мы только учимся рисовать. И все стремятся сделать прям фотографичный портрет, как у художника. К этому пока вам стремиться не надо. Но рисуя портрет, надо себе хорошо представлять этого человека, которого вы рисуете. Это тоже один из секретов изобразительного искусства. Вот у нас законченный портрет, скажем так. И всегда мне ребята говорят, а какого цвета должен быть фон? Вот такой же вопрос и мне представили. Какого цвета должен быть фон? Вот мы говорим о каком-то определенном человеке, и мы говорим об отношении к этому человеку. Раз мы говорим о весне, то и цвет должен соответствовать этому времени году. Какие чувства мы испытываем к нашей маме, бабушкам и сестренкам? Нежность, тепло. И цвет должен соответствовать вот этому отношению. Но не забываем, что на дворе уже наступила весна. Поэтому и цвет вокруг, фон, мы сделали такой. Он может быть розовый, он может быть светло-розовый, вернее, цвет цветущих цветов, которые начинают распускаться. Вот это имеет отношение как раз-таки к этому женскому образу, о котором мы с вами говорили. И вот эти вопросы мне ребята задавали, какого цвета лучше сделать фон, как нарисовать глаза, как нарисовать лицо. Мы о нем говорили на уроке. Но я так понимаю, что все-таки эти вопросы у нас как бы еще остались. И поэтому они появились и у нас здесь сейчас. Вот я вам показал сейчас последовательность, как это все делается. Спасибо вам за ваши вопросы. Я хотел бы еще услышать ваши вопросы. Присылайте эти вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!